В радиоэлектронике, телекоммуникации, измерительных системах, да и много где еще, используется популярный и распространенный вид проводника – коаксиальный кабель. Но не всем известно, что существует его более осложненная версия, превышающая коаксиал к возможностям. Речь идет о триаксиальном кабеле или просто триаксиальном. Вспомним устройство коаксиала. Это кабель, состоящий из медленного проводника в самом центре, покрытого изоляции. Поверх нее расположены внешние проводники, видная оплетка. И все это покрыто внешне изолирующей оболочкой. В чем отличие у триаксиального кабеля. Внешних проводника уже не один, а два, а значит и два внутренних слоя изоляции. То есть получается такой двухсторонный коаксиал с кабелью с изольным охранированием. Такая конструкция дает ряд преимуществ перед обычным коаксиальным кабелем. Это, конечно, повышенная пометка устойчивости, более широкая полоса пропускания. Из-за этого его часто используют, например, на телестудиях. Для электрического соединения камер, утилителей и передающих систем. Систем управления камерами и передачей цедра. Конструкция кабеля, широкая полоса пропускания, используемая частотное разделение каналов, позволяет при помощи одного коаксиального кабеля обеспечить питание камер управлениями и, конечно, передачу аудио-видео сигналов. Все это при высокой степени защиты от памяти. Конечно, стоит заметить, что из-за почти в два раза большего количества материалов, их стоимости и повышенной подвоемкости изготовления таких проводников, их цена значительно выше обычного коаксиального кабеля. Если при подключении к реакции используется ДНС-разъем, то, конечно, он имеет некое отличие от обычного, а именно три замочных паза, вместо двух, чтобы исключить подключение к обычным нетреаксиальным разъемам. Длина камеры, которую можно использовать, ограничена и зависит от его диаметра, а также оборудования, которое с ним используется. Диаметр, как правило, равен к 8-14 мм. Это позволяет телевизионщикам прокладывать качественный реакций на 500 и более метров до 2 с лишним два метра при большом диаметре. В заключении я отмечу, что из-за условий работы и высокой стоимости реакциального кабеля внешнюю оболочку, как правило, делают из прочного полиуретана, чтобы обезопасить его от механических воздействий.